Всем большой привет! Сегодня мы вместе с вами будем открывать вот такую огромную посылку, которую я очень ждала. Все это мне пришло с сайта, который называется ym.ru. Там есть абсолютно разные категории. Есть одежда, есть техника, есть товары для отдыха. Ссылочки на все товары, которые я вам сегодня покажу, я оставлю в описании. Первый раз ко мне приходит такая прям огромная посылка. И хорошо, что мне ее принесли на дом, иначе я бы не знаю, как перлась с ней из почты. Хомут, который не знаю мне, как перерезать. Вот, там еще один мешок. Все очень тщательно упаковали. Внутри тут у нас обычные картонные коробки. Сима мне тут помогает распаковывать. В этой маленькой коробочке у нас, я знаю, что это, нежно-розовая коробочка, в которой находятся мыльные цветочки. На сайте там было много разных расцветок, но мне почему-то понравился именно вот такой вариант. Здесь у нас сочетание белых роз, роз цвета фуксии и нежно-алых. Огромный плюс этих роз в том, что они безумно вкусно пахнут. И еще второй плюс, не менее важный, это то, что эти розы никогда не завянут. И, кстати, они не выглядят искусственными. Такое чувство, что они настоящие. Тут еще, кстати, есть такое пластмассовое украшение, но мне оно не очень нравится, поэтому я его уберу. Мне кажется, без него смотрится еще лучше. Достаем следующую коробку. Здесь у нас палатка. Мы, кстати, когда наступает лето, очень с друзьями любим уезжать куда-то на природу на ночь. Собирать, конечно, я сейчас ее не буду, но где-нибудь здесь я оставлю картинку. И также можете посмотреть по ссылке в описании. Открывается этот чехол вот таким вот образом. И, как видите, вот там палатка такого прям болотного цвета. В общем, мне кажется, очень даже полезное приобретение, потому что для тех, кто любит отдыхать на природе, это незаменимая вещь. Я, кстати, долго выбирала, какой цвет. Мне там заказать был синий, был зеленый, но зеленый, мне кажется, более приятнее. И он ассоциируется именно с летом, с зеленой травкой. И на сайте еще было написано, что здесь морозоустойчивый материал, так что обязательно проверю. Здесь у нас кое-что из косметики уже пошло. Кушон. Я, кстати, очень люблю кушоны, потому что их удобно брать куда-то с собой в дорогу, удобно ими пользоваться. И когда совершенно нет времени наносить макияж, то они здорово выручают. Здесь, как обычно, такой спонс, который удобно держать в руках. И само средство вот здесь. Здесь защитная пленочка. Вот так вот выглядит. Кстати, у меня до этого был кушон, но он немного был другой. Мне вот такие вот больше нравятся. Также здесь еще у нас палетка. Кстати, только сейчас поняла, что эта палетка является полной копией палетки от Maybelline, которую я не так давно приобрела. И даже цвета здесь, по-моему, также расположены. Не знаю, как по нанесению. Но, по-моему, все точно так же. Так что зачем переплачивать, если можно купить палетку за, по-моему, 400 с лишним рублей. А от Maybelline я покупала за 900 рублей. Выглядит здесь все практически так же, только единственное, надписи немного отличаются. Следующая маленькая коробочка. Посмотрим, что здесь внутри у нас. Такое универсальное зарядное устройство. На самом деле, мне очень оно необходимо. Заряжается он как и от солнечной батареи, так же от автомобильного аккумулятора. И так же от сети его можно зарядить. В принципе, комплектация здесь стандартная. Шнур для зарядки телефона. Также есть такие вот клеммы для зарядки от аккумулятора. Вот у нас сама солнечная батарея, я так понимаю. И давайте уже попробуем протестировать эту чудо-штуку. Я взяла провод USB от своего телефона. Нажимаю на кнопочку включения. Все заряжает, заряд идет. Всем могу посоветовать. Теперь я могу не только заряжать свой телефон, но и включать фонарик, когда будет очень темно. И последняя коробка из этой коробки. Мне, если честно, интересно, что же здесь внутри. Стабилизатор это вообще необходимая вещь для видеоблогера, потому что вы, наверное, видели такие ролики, где плавное движение. Например, когда снимают видеоклипы или даже у некоторых блогеров я видела, что прям такая плавность чувствуется у видео. И поэтому мне стала необходима такая вещь. Особенно снимать где-то на улице эта штука удобно. Так что обязательно протестирую. Посмотрим, какая будет разница. Мне кажется, будет очень ощутимо. А вот у нас третья коробочка. Здесь у нас в пластынке пришла Соня. Еще одна большая коробка. Очень-очень легкая. Тут много пенопласта. И он, походу, весь раскрошился. Здесь у нас фаршер, кажется. Фаршер он в разобранном виде. Надо его собрать и посмотреть, как он выглядит. Я знаю, что сам он выполнен из дерева. Поэтому надо быть аккуратной. Вроде бы собрала торшер с горем пополам. Не знаю, правильно или нет. Но, в общем, очень круто, мне кажется, смотрится. Хочу поставить его в спальню. И мне кажется, он там будет отлично вписываться. Для тех, кто любит заниматься хендмейдом, различными поделками. Мне кажется, его можно еще здорово раскрасить. А это у нас самая длинная коробочка. И, наверное, даже самая тяжелая. Непосильный труд. В общем, заказала я себе такую интересную полочку. Она называлась, по-моему, банная. Естественно, готовый вариант я вам уже покажу. Мне кажется, очень удобно куда-то в ванну поставить, когда у вас много разных средств. И они валятся со всех полок. Вот таким образом стеллаж выглядит в собранном виде. Здесь всего три отделения. Вверху у нас такая небольшая дверка, куда можно поместить, к примеру, какие-то косметические средства, которыми вы чаще всего пользуетесь. Банные принадлежности, можно даже полотенце. Дальше здесь уже идет открытая полочка. Тут тоже можно все, что угодно хранить. И что мне, наверное, больше всего здесь нравится, это нижнее отделение. То есть здесь вот так вот отгибается вот эта досочка. И туда, получается, можно обросать все, что угодно. И осталась последняя коробка. У нас в коробке еще одна коробка. Довольно тяжелая штука. Вот такой у нас моднявый пылесос черно-белой гамме. В общем, нужно разобраться, потому что я еще пока ничего не понимаю. Книжечка. Тут все на китайском. Кстати, я читала, что по бокам у этого пылесоса есть вот такие вот щеточки. Тут еще, кстати, есть где-то запасная щетка такая же, благодаря которым он вычищает из трубновыступных мест любые загрязнения. То есть в углах, где-то в каких-то щелях. Я тут специально раскрошила весь пенопласт, чтобы посмотреть, справится он с задачей со своей или же нет. Включается он на эту кнопочку. Он. И нажимаю старт. Прикольно. Такой он как живой. Пылесос, кстати, здорово убирает весь пыль. Мусор, весь пенопласт он всосал в себя. И, кстати, достается он весь через верхнюю крышку. Нажимаешь на кнопочку. И получается там у нас такая пластмассовая коробка, куда он спрессовывает весь мусор. Можно им управлять как с пульта, так просто включить авторежим. И он будет просто ездить по комнате сам по себе убираться. Большое всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Все ссылки вы сможете найти в описании под этим видео. Не забывайте подписываться на мой канал, на мой инстаграм. И, кстати, смотрите мои предыдущие видео. Всем пока!